Всем привет друзья! Сегодня мы разберем зал и воркаут, точнее качков и воркаутеров, почему лучше быть качком, почему лучше быть воркаутером, Саня за качалку, я за воркаут, топи как царь. Давай, будем друг друга противостоять, противостоять будем. Окей, в зале у вас будет более быстрый прогресс, это означает, что при работе с весами вы прогрусируете намного больше и мышечная масса нарастает быстрее, чем на турниках. Ну а у нас что пацаны, у нас круто, у нас прогресс в элементах, зрелищно, красиво, все качки тупыри. Правда, правда. Также еще плюс качалки в том, что зимой мне не холодно, то есть вне зависимости зима или летом дождик, ваши погодные слои вообще не влияют, потому что вы находитесь в зале, вы просто тренируетесь и все. Но на турнике брусьях, конечно, зимой не кайфец, но зато у нас есть великий плюс. У нас летом приятная атмосфера на улице, солнышко разделся, позагорал, свежо, тепло, прикольно. А вот в зале у вас там потеть, воняют все потом, выходит. Но зато в зале какое эффектное тело. Ну, согласен, согласен. Так, значит, зрелищные навыки у нас есть. У нас зрелищные навыки. Ну ладно, 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 хорошо, согласен. Смотри, перед телками, короче, у вас тело, да? А мы взяли такие оп и планш замутили. И телки такие, о, нифига себе. Может, вот в качалке работают на турниках? Где мы? Жиза. Тот, в качалке стойки. Окей, ну хорошо, следующий пункт, возможность прокачки всех мышц. Потому что, в отличие от турников, в зале очень легко тренировать ноги. Да и можно просто, в принципе, все, что угодно делать. Вариативность абсолютно не меняется. Ну, а у нас, конечно, ноги особо не покачаешь, если только, например, возможность креативить в упражнениях. Взял, посадил друга на плечи, либо там девушку, либо кого-нибудь, и приседаешь с ней. Либо чем-нибудь портфель накинул на плечи, накидал туда кирпичей каких-нибудь. Весело, забавно, летом самое то. А так как очки тупые, они до этого не додумываются, для них сделано шторм. Жиза. Окей. В зале есть еще один плюс, и это тренер. Что в большинстве залов все равно есть тренер, или как минимум ребята вокруг, которые подскажут и помогут, что же именно делать. А нам тренер не нужен. У нас постоянно на турничке в брусьях какие-то ребята, которые занимаются больше по времени, у которых больше опыта. И мы являемся частью движения воркаут. Они нам помогают, они нам подсказывают. У нас есть мотивация соревноваться с ними. А у них что, пришел, подолбил там штангу и пошел домой? Это неинтересно. Ну, правда, на турничках могут быть алкаши. Могут, но... Которые пришли просто в хорошее местечко в лесу. Но зато видишь плюс какой есть. Покачался, пошел, подрался, покачался, избил, стрелил. Просто видишь эту разницу и... Все скиллы развиваются. Хорошо. Но в зале есть еще возможность работать с тренажерами. Ну, это понятно. Но это, как бы, не знаю, не особо большой плюс. Почему? Потому что у нас бесплатные площадки для тренировок. У вас в зале надо платить за это, а у нас не надо. Мы можем взять там портфельчик, накинуть его, подтягиваться с портфельчиком. Да, у нас развиваются многосуставные упражнения, многосуставные, подтягивания, отжимания на брусьях, отжимания от пола. Работают все мышцы. Еще с весами, если вообще кайфет. Становая тяга, приседания, вообще нет. Да лажа какая-то. Это давно так, а тупый класс. Но ты говоришь, если с тренажерами, то это какие-нибудь изолирующие упражнения обычно. Мы становимся в тренажерах. Блок, блок, пацанек этой зельяшки. Блок, становая тяга, нормально. Ну смотри, если про тренажеры говорить, то они не особо эффективны, особенно для рычей, если у тебя массы нет. Например, воркаутер пришел к вам в зал и пытается что-то сделать там на тренажере, он ничего не нарастит. Мы ему сделаем тренажер на становую тягу. Ну да, это единственное. Короче, друзья, плюсы у нас закончились, переходим к минусам. Минусы тоже есть. Я буду гнать на зал, он будет гнать на воркаут. Я начинаю первый. Первый минус это качки все тупые. Это стереотип, конечно. Но большинство, большинство качков реально тупые. В 80% наверное тупые. Мы переснимаем это видео седьмой раз. Жиза. Так что, ребят, буду быть. Окей, но на самом деле ходит так же стереотип, что турникмены все грещи. Ну такое себе. Кали масл. Как тебе? Ну такой себе турникмен. Да, такой себе, да. Блин. Не все турникмены могут сделать, сколько он выхода сил. Ну стереотипы это стереотипы. Ну стереотипы, да, согласен. Второй минус зала это то, что в погоне за большими весами, там в жиме, в приседах очень большая травмоопасность может быть. То есть очень часто рвутся качки, там у вас отрывают грудные мышцы, бицепсы. Это жестко очень. Ну я тебе скажу, с дуру можно и палку сломать. Можно. Именно поэтому у вас так же существуют травмоопасные элементы. Ну а в каких, например? Да выход над вес весом, даже подтягивание с весом, какие-то всякие солнышки. Когда турники, я-то видели на некое видео, такие, делает солнышко, турник нахрен налетел. Ну а если вот туда. Вместе с турникмены нахрен. И шею ломают, это бывает, да. Ну короче, во всем спорте есть травмоопасность, присутствует по-любому. Там в футболе, баскетболе, в пальцах ломают. Да варкаут говно твой не спорта. Ты будешь, качки вообще тупые, вообще. Вообще. Мне сказать больше нечего. Неповоротливый. Качки вообще тупые, даже им сказать нечего. Варкаутеры тоже тупые, а качки для чего. Это вообще жесть. И короче, третий минус вашей голубанной качалки, это то, что вы вот все качки хотите на химию подсесть. Вы хотите больше... Видите, ваш друг Гомосек, качок, химик. И вы хотите тоже, и вот, долгие свои границы. Они химики. В начале даже доходит такая легенда, типа, в жопу раз влюбил как глаз. А если химик, то укол. Ну, может быть, и не укол. А если ты химик, то вообще и укол, и не только уколы. Ну, с другой стороны, в воркауте, по крайней мере, достаточно медленный визуальный прогресс. То есть вы не видите такого прироста мышечной массы, как вы можете видеть в зале. То есть это тоже своеобразный динус. Ну, я согласен, да. Но так как очки тупые, они до этого не додумаются. Поэтому вот все нормально, пацаны, топить. Да, зал все равно говна. Не запаривать. Уже, блин, 24 ела в месяц, больше не надо. 24 ел. Они все время повышают, повышают. Скоро 40 лет будем платить. Скоро будем в подъездах топить вообще. Так что бесплатные площадки для тренировок, это самое крутое. А еще можно на крыше 2018 спать. На крыше. Жизнь. Ну, вот. Так что, ребят, мы надеемся, вам понравилось это видео, потому что и воркаут лучше, и все равно. Ну, такое. Да, лучше по-любому. Да, в любом суть, можно сказать так, короче, любой спорт, это хорошо. Вы можете совмещать и то, и другое. Можете заниматься просто тем, чем вам больше нравится. Все зависит от вас. Главное, не пигачите друг друга. Вот и все. А лучше работайте, зарабатывайте деньги. Не занимайтесь ничем. Но воркаут гады. Воркауты отлично. Качки тупые просто. Поэтому они считают, что воркаут гады. У нас просто нет больше выстрел. Это единственная зацепка. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наши инстаграмчики. Санька инстаграмчик вот тут будет, на пузе. Мой вот тут где-то, на сиськах. Подписывайтесь. Интересные, да, посты выставляем. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Не увидимся в следующем выпуске. Пока.